Спектр задач сотрудников ОДС обширный. Оперативное реагирование на поступающие обращения, разбирательство с правонарушителями, водворение в изолятор временного содержания задержанных либо арестованных граждан, хранение и выдача оружия. Именно сюда в оперативно-дежурную службу поступают звонки с информацией обо всех преступлениях и происшествиях. Сотрудники этого подразделения первыми узнают обо всём и первыми реагируют на случившееся. В дежурной части Солигорска сегодня три дежурные смены. В составе каждой старший оперативный дежурный, то есть координатор всех действий, инспектор по разбору с доставленными и задержанными, помощник дежурного, оператор 102 и водители. У каждого своя задача, но главное для всех – оперативное реагирование на любое поступившее сообщение. Об успешном выполнении поставленных задач говорят и факты. В этом году более 205 преступлений были раскрыты в первые часы после совершения. Служба укомплектована подготовленными специалистами, имеющими опыт работы с различными категориями граждан. Здесь важна выдержка и терпение. Службу я начал в октябре 1994, сразу после окончания учебного заведения. Работал участковым инспектором Ленинского РОВД города Минска. Работал там до 1997 года. В мае 1997 года с семьёй переехал сюда, перевёлся. Продолжал работу участковым инспектором Солигорского РОВД. И далее в 2000 году я перешёл на должность старшего инспектора дежурного УДС Солигорского РОВД. Ну и дослужился до старшего оперативного дежурного. Многое в работе милиционера определяет и наставник, под руководством которого начинает свою службу любой сотрудник. Хочется выразить слова благодарности своим коллегам, которые находятся уже на заслуженном отдыхе, которые непосредственно повлияли становление и меня и других сотрудников УДС, как милиционеров. Это старшему оперативному дежурному ДДО Михаилу Евгеньевичу, начальнику УДС Калитану Сергею Ревеновичу, старшему оперативному дежурному Лаховичу Сергею Григорьевичу. В настоящее время у нас начальником УДС является Троцесский Руслан Анатольевич. В течение суток в оперативно-дежурную службу в среднем поступает около 60 сообщений, подлежащих регистрации. В УДС всегда параллельно работают три линии 102. Для нашего района их вполне достаточно. Дозвониться до правоохранителей не составляет труда. Более 21 тысячи звонков, сообщений и заявлений приняли операторы 102 за 2015 год. За прошедшие полгода 2016-го их уже более 10 тысяч. Сотрудниками различных подразделений милиции в отдел были доставлены более 2300 человек. Из них порядка 160 по прямому подозрению в совершении преступлений. Остальные, а это почти 2000 человек, за административное правонарушение. Стоит отметить, что самыми частыми нарушениями, исходя из статистики, в Солигорском районе являются мелкое хулиганство, распитие алкоголя и нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, а также нанесение телесных повреждений в быту. Высокий профессионализм и ответственность отличает всех сотрудников оперативно-дежурной службы. Не раз она была признана лучшей по итогам оперативно-служебной деятельности. А многие сотрудники дежурной части сегодня имеют трудовые награды различного уровня.